23 апреля 1942 года 2-я гвардейская КАФ-дивизия и 4-й воздушно-десантный корпус, окруженные в районе Вязьмы, продолжали наступление навстречу 50-й армии. Передовые части 9-й воздушно-десантной бригады достигли нового Аскерова. Отсюда до позиции 50-й армии оставалось всего около 2-х километров, но эти последние километры оказались непреодолимыми. Противник ввел в бой части 31-й пехотной и 19-й танковой дивизий и непрерывно контратаковал. Войска 50-й армии не только не смогли прорвать оборону немцев, но и были выбиты из Зайцевой горы. Атаки продолжались еще в течение нескольких суток, но не принесли успеха. Наступление постепенно затухло. Очередная попытка 50-й армии прорваться через Варшавское шоссе снова оказалась безрезультатной. Группа «Белова» вернулась в прежний район и перешла к обороне. 23 апреля 1943 года главные боевые действия происходили в небе над Новороссийском. Мощь ударов нашей авиации по врагу еще более возросла за счет продолжавшегося увеличения вводимых в действий сил трех авиакорпусов резерва главного командования. 23 апреля от этих корпусов участвовало в боевых действиях уже около 300 самолетов, что позволило изменить общее соотношение сил по авиации в районе Малой Земли в нашу пользу. Важнейшая задача, поставленная перед авиацией, воспретить организованные удары бомбардировщиков по боевым порядкам десантных войск, была выполнена. Это отмечал в своем приказе военный совет Северо-Кавказского фронта. Цитирую. «Начиная с 20 апреля в течение трех дней над участком десантной группы происходили непрерывные воздушные бои, в результате которых авиация противника, понеся исключительно большие потери, вынуждена была уйти из поля боя. Господство в воздухе перешло в наши руки. Этим определилась и дальнейшая наземная обстановка. Защитники Малой Земли чувствовали себя гораздо увереннее, зная, что надежно прикрыты с воздуха. 23 апреля 1944 года юго-восточная гордость Станислав на одном участке танки и пехота противника несколько раз пытались атаковать наши позиции. Умело маневрируя, советские танкисты сожгли и подбили 12 немецких танков. Пехота противника, лишившись танкового прикрытия, отошла, оставив на поле боя много убитых и раненых своих солдат и офицеров. Бомбардировщики авиачасти товарища Архангельского нанесли массированный удар по скоплению немецких войск. Уничтожены 4 танка и 60 автомашин с пехотой и боеприпасами. Штурмовики авиачасти провели несколько успешных налетов на воинские эшелоны противника в пути и на железнодорожных станциях. Разбиты 5 паровозов и 80 вагонов. Немецкая авиация пыталась противодействовать нашим бомбардировщикам и штурмовикам. В воздушных боях советские летчики сбили 11 самолетов противника. В одном районе два немецких истребителя Мессершмитт-109 появились около нашего аэродрома. Зенитчики немедленно открыли огонь и подбили один вражеский самолет. Другой самолет противника пошел на посадку и приземлился. Немецкий летчик заявил, я уже давно собирался перелететь на сторону Красной Армии. Сегодня мне представился благоприятный случай и я сдаюсь в плен. 23 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта развивали успешные наступления и ворвались в столицу Германии, Берлин. Противник яростно сопротивлялся, но под ударами советских войск оставлял одну позицию за другой. Ожесточенные бои произошли в северо-восточной части Берлина. Немцы ввели в бой несколько пехотных полков и до 40 отдельных батальонов. После сильного артиллерийского обстрела вражеских позиций наши войска прорвали немецкую оборону. Командование вермахта принимало самые крутые меры для усиления сопротивления своих войск. Немецкие артиллеристы получили приказ стрелять по своей отступающей пехоте осколочными снарядами. На все просьбы командиров частей разрешить отход немецкое командование неизменно отмечало. Держитесь при любых обстоятельствах. Кто отойдет, тот будет расстрелян. До победы оставалось 15 дней. 29 июля 1942 года был учрежден орден Александра Невского. За годы войны им были награждены 42 165 командиров, проявивших в боях за родину личную отвагу, мужество и храбрость. 208 из них – уроженцы Мордовии. Бакаев Александр Михайлович, капитан, командир стрелкового батальона 188-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии. Уроженец города Саранска родился в 1908 году. За период наступления и командования батальоном товарищ Бакаев в этих боях показал боевые качества командира батальона. С 19 по 2 августа 1943 года батальон Бакаева захватил два населенных пункта – Лаврово-Тишанка, высоту 261, высоту 252, с наименьшими потерями личного состава и техники. За это время батальон уничтожил около 1300 солдат и офицеров, подбил 6 танков, 2 самоходных пушки, 8 орудий, 23 танковых пулемета, захватил 9 складов с боеприпасами, 4 орудия, 2 рации и 15 километров кабеля. Ходотайство о награждении товарища Бакаева орденом Красного Знамени. Награжден орденом Александра Невского. Мой прадед Артемий Ефрем Харитонович – уроженец деревни Шитики от Чорского района Пермской области. В октябре 1943 года был призван в ряды РККА. В момент призыва ему исполнилось 17 лет. Боевой путь с октября 1943 года по август 1944 года прошел в составе Третьего Белорусского фронта. 17 августа 1944 года артиллерист Артемий Ефрем Харитонович получил тяжелое ранение в обе ноги, проходил лечение в госпитале, откуда и был демилизован. 25 ноября 1944 года вернулся на родину. Работал заведующим мастерским совхоза «Восток» Селаново-Знесенского от Чорского района Пермской области. Умер в 1978 году. Повестка о призыве на службу пришла молодому трактористу колхоза Мельцапина – Сафаеву Юсуфу Мусеевичу в 1939 году. Война застала рядового пехотинца на границе с Германией. Под натиском фашистских полчищ нашим воинам приходилось все дальше и дальше уходить от границы. Целый месяц пробивался мой прадедушка, скрываясь в лесах, со своими товарищами, к своим. Но так и не смог. В конце концов он оказался в плену. Один концлагерь сменялся другим. Сначала на белорусской земле, польской, потом на немецкой. В Восточной Пруссии вместе с такими же пленными мой прадедушка работал на торфозаготовках. Каждый день группа в 50-100 человек, еле двигавших ногами от постоянного недоедания, отправлялись на работу. И так долгие три года. К концу войны, как бы ни старались немцы не говорить о своем поражении пленным, те уже чувствовали, что им осталось хозяйничать недолго. Солдаты 3-го Белорусского фронта успешно провели ряд операций в Белоруссии и первыми ворвались в октябре в 1944 году в Восточную Пруссию. Они-то и освободили прадеда и его товарищей из плена. И снова фронт. Вместе с советскими войсками он участвует в освобождении ряда городов Восточной Пруссии. И здесь, в феврале 1945 года, получает ранение в руку. Три с половиной месяца пролежал прадедушка в госпиталях различных городов. А в июне, где мобилизованный с медалью за отвагу, вернулся домой инвалидом второй группы. Вторую медаль за отвагу ему вручили в 2000 году. Указ о награждении рядового Сафаева Юсуфа Мусеевича был подписан 6 ноября 1947 года. Но лишь спустя 50 лет награда нашла своего героя. Мой прадедушка Карабанов Литфула Файзулович родился 2 февраля 1911 года. А в 1942 году он, как и многие, ушел на войну. Он был рядовым. Его боевой путь продолжался до Берлина. С войны он вернулся вживым в 1945 году. И был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. Со слов моей бабушки, мой прадедушка был священнослужителем среди мусульман. Очень долгое время. Его любили и уважали. Жаль, что я его так и не увидел, но очень горжусь им. Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все им испытать довелось. Пусть мирно живут на планете. Пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит. Мы дружно с семьей быть должны.